Итак, Том и его друзья снова в погоне за воришками. Давай вперед, ковбой Том, доставай свое лассо и заоркань этого воришку, поймай его и обуздай как дикого мустанга. Вперед, ковбой Том! А также с нами полицейская Анжела и котенок Джинджер. Ай-яй-яй, Анжела, ты уже успела удариться, будь осторожней. Воришка хитер, он уже успел освоиться на этих гавайях, и понаставил здесь кучу самых опасных ловушек. Джинджер, давай вперед, ты вот-вот его догонишь. Ай-яй-яй, Джинджер уже попался на эту из ловушек воришки. Будьте внимательны, ребята, воришка не так уж и прост. Вы думали, что на гавайях он пришел отдохнуть, и вы здесь его просто так придете и поймаете? И тут-то было. Воришка резко с гавайев убежал в Лас-Вегас. И как вы думаете, Том, друзья Тома, для чего воришка убежал в Лас-Вегас? Не просто так, а чтобы спустить все ваше золото в трубу. То есть проиграть, представляете, самый азартный город в мире это Лас-Вегас. Так что, Том, вы должны собраться всеми силами и поймать воришку. Анжела, отличная идея взять в самолетик и догнать этого воришку. Ребята, вы хоть раз видели, чтобы воришка летала на самолете? Напишите в комментариях, почему воришка не убегает от Тома на самолете. Странно, очень странно. Может быть, воришка сам разбросал эти самолеты? И они не такие уж и мощные. Они, наоборот, замедляют наших друзей, чтобы они поймали этого хитрого енота. Как вы думаете, ребята, вот и Джинджер летит на самолете, но никто из них так и ни разу не догнал воришку на этих самых самолетах? Разве летящий на самолете котик может быть медленнее енота, который бежит просто по земле? Сомневаюсь. Самолет ведь все-таки куда быстрее. Если вы тоже так думаете, то поставьте лайк. Узнаем, кто из нас прав. Те, кто летят на самолете, или те, кто бегут по земле? Мне очень интересно. Анжела, ну будь внимательней, ну куда ж ты? Анжела решила охладиться. Ей стая очень жарко в солнечной товаре. И она окунулась в море. Фух, хорошо, что ее акулы не съели. Теперь она может вернуться в Лас-Вегас и отыскать нашего воришку, который столько золота здесь разбросал, словно крошки на пути, которая подсказывает, в какую сторону бежит наш воришек. Так, Джинджер, молодец, так держать, лети на самолете и смотри, где воришка. Подскажи Томе и Анжелу, где же воришка? А вот и Том его нашел. Давай, давай, давай. Том, ну какой же ты шериф, если у тебя ни пистолета, ни лососа с собой нету, чтобы поймать воришку? Ты просто красиво оделся, а догнать воришку не можешь. Посмотри, полицейская Анжела почти была у цели. Ну а котенок Джинджер вот-вот поймает воришку. Нет, котенок Джинджер не поймает воришку. Воришка очень хитер и очень быстр. Как вы думаете, ребята, что придает воришке еноту такую скорость? Как он может бежать намного быстрее наших ребят? Я вообще не представляю, что же у него... А-а-а, я знаю. У воришки енота суперкроссовки. Там, наверное, стоит какая-то суперскоростная система. Либо у воришки кроссовки Флэша. Знаете такого супергероя Флэш, который в молниеносную секунду может промчаться сквозь весь город и спасти и помочь всем тем, кто попал в беду? Я думаю, у воришки енота стопудово. Кроссовки самого супергероя Флэш. Иначе как бы он смог убегать? Наши ребята и тонут, и стукаются, и бьются, и под машину попадают. Но никак его догнать не могут. Садятся на самолеты и летят, и все равно догнать не могут. Как такое возможно? У воришки енот просто бежит вперед, и все. Каждый раз, когда мы его хотим поймать, он ускользает. А оттышка у воришки енота, потому что он не Флэш, а он взял просто кроссовки Флэша. Как вы думаете, насколько это правдиво? Мне кажется, очень хорошая теория. Если смогут застать воришку врасплох, то смогут забрать у него эти самые быстрые кроссовки. И тогда наш воришка енот никуда не денется, и мы его обязательно схватим. И нахлопучим, надаем томаков, и накажем, и посадим в тюрьму. Здесь, в солнечных Гавайях. А кот Том и его друзья будут сидеть сладко на пляже, обмакнув ноги в теплый песок, наслаждаясь морским бризом, и попивать мохито, загорая под шезлоком. Ведь они этого заслужили, согласитесь, ребята. Столько времени, столько месяцев, они бегают за этим воришкой енотом, а он все никак не ловится и не ловится, не ловится и не ловится. Уже один город, другой город, третий город, локации за локацией меняются. Том все лучше и лучше, становится супергероями Анжела, а все-таки поймать не могут. Что за чудеса? Что-то не то с этим хитрым воришком. Он очень-очень хитрый. Может быть, под маской вора скрывается кто-то другой? Может быть, под маской вора какой-нибудь гепард? Я тогда думаю, да естественно, почему он может убежать? Ребята, что вы скажете, как вы думаете, кто же под маской енота? Почему он так быстро бегает? Ведь в природе еноты очень медлительные. Да, они милые, они симпатичные, они смешные, они милишные. Но на самом-то деле в природе еноты не смогут обогнать кота. Кот ловкий, проворный, настоящий хищник. И он по-любому быстрее енота. Он его бы там в ног поймал и наказал. Но тут получается все наоборот. Енот все убегает и убегает, а наши котики врезаются, страдают, бьются, сидяки получают и переломок, а поймать не могут. Что-то с этим енотом не то. Том, нам нужно обязательно узнать, что же этот за енот такое существо, скоростное и хитрое, и зачем ему столько золота. Непонятно. Ну а что на его друзья уже берут магниты, собирают все золото подряд, одевают шлемы, подключают сверхспособности, одевают супергеройские костюмы и берут их способности, а поймать все равно не могут. Что-то здесь не чисто. Кто же помогает нашему воришке-еноту, как вы думаете, ребята? Есть какие-то идеи? Давайте напишем в комментарии и обсудим это. Кто же на самом деле воришка-енот, и что ему помогает так быстро двигаться? Ребята не успели к нему подойти на вытянутую руку, а он уже бац, и упорхал. Это просто что-то невероятное. А-а-а, ребята, а что если воришка-енот на самом деле не енот, и он вовсе не живое существо, а он какой-нибудь робот, или нет, постойте, он киборг!